ВАМПИР Вышедшая недавно ролевая игра «Вампир», действие которой разворачивается в Лондоне 1918 года в разгар эпидемии гриппа, известной как «Испанка», будет с подачи «Фокс» экранизирована. За неё взялся режиссёр Джозеф Никол, снявший «Терминатора да придёт спаситель» и «Ангелов Чарли». Всё благодаря тому, что продажи, несмотря на сдержанные отзывы критиков, превзошли все ожидания. Менее чем за месяц был превышен тираж в 450 тысяч копий. Сегодня среда, 22 августа 2018 года, и вы смотрите главные новости кино последних дней от GSTV. Погибшего пять лет назад Пола Уокера, разбившегося за рулём Порше на скорости 180 км в час, никак не оставят в покое. Ещё во время работ над «Форсажем 7» выяснилось, что актёру совсем не обязательно быть живым, он всё равно может продолжить исполнять своего персонажа. Тогда для сцен, в которых Пол не успел сняться, привлекли его же братьев Коди и Калиба, внешность которых была затем откорректирована студией WETA, той самой, что когда-то перенесла на экраны Горлума во «Властелине колец». Причём получилось настолько реалистично, что отличить реального Уокера от нарисованного практически невозможно. А поскольку без Брайана О'Коннора трудно представить эту франшизу, вероятно, эксперимент повторится. По крайней мере, братья Уокера сами настаивают на том, чтобы ещё хотя бы разок вернуть его на экраны, хотя бы снять маленькое камео в одном из будущих фильмов. По сюжету Брайан О'Коннор жив, но завязал с опасным образом жизни семьи Торетто, и в недавней восьмой части франшизы его лишь упомянули, но не показали. У поклонников «Форсажа» впереди ещё две части — девятая и десятая, после чего основная серия будет завершена. Дальше франшиза будет развиваться в виде спин-оффов, причём первый, получивший название «Хоббс и шоу», выйдет на экраны уже в 2019-м. В прошлом выпуске «Новостей кино» мы рассказывали про Джонни Деппа, карьера которого стал отрещать по швам после ряда судебных дел и скандалов, включая обвинения его бывшей жены в рукоприкладстве. С актёром теперь отказываются работать в киностудии, а выход последнего фильма с ним «Города лжи» был отменён, несмотря на то, что лента уже не то что снята, а полностью готова к показу. И вот вам ещё один показатель того, насколько для актёра важна репутация. 17 августа в ограниченном американском прокате вышел фильм «Клуб миллиардеров» Джеймса Кокса. Одну из ролей в нём исполнил Кевин Спейси. Съёмки, разумеется, проходили ещё за два года до того, как актёра обвинили в домогательствах, попытке изнасилования и сексе с несовершеннолетним. Сейчас сотрудничать со Спейси ни одна студия в здравом уме не будет. Причём обвинили его в харассменте впоследствии аж 14 мужчин, а провернуть такое нереально. Так вот, «Клуб миллиардеров» за первый уикенд собрал в прокате жалкие 618 долларов. То есть даже не тысяч, а просто 618 долларов. Билет стоит примерно 8-9 долларов. Сеанс, получается, посетило где-то 65-66 человек. Это просто катастрофический провал и худший случай в уже завершённой карьере Спейси. Для сравнения, «Малыш на драйве» — последний фильм с ним до скандала — в первый уикенд собрал 5,7 миллиона долларов. В России, впрочем, значимость Кевина Спейси как актёра явно не пострадала. На «Клуб миллиардеров» уже сходило 170 тысяч зрителей. То же можно сказать и про большинство остальных стран. Между тем, пятая часть культового «Рэмбо» уже в сентябре с листка бумаги переберётся на съёмочную площадку. В новом фильме дочь одного из друзей Рэмбо, который работает на ферме, похищают, и главный герой отправляется в Мексику. Разумеется, не для того, чтобы отведать Тако и посетить шоу «Луча Либре», а дабы ещё разок устроить отменное мочилово. В этот раз с одним из самых жестоких мексиканских картелей. Режиссёром, похоже, стал Адриан Грюнберг, автор неплохого боевика «Весёлые каникулы» с Мэлом Гибсоном в главной роли. Раньше считалось, что поставит ленту сам Сильвестер Сталлоне, но он, видимо, для этого уже слишком стар. Исполнить роль Джона Рэмбо и посетить 15 сентября Москву с мастер-классом «Будь как Сталлоне» возраст ему, однако, никак не помешает. Сейчас 72-летний актёр работает также над триквелом «Плана побега», продолжением спин-оффа «Крид на следе Рокки» и «Детективом отслеживания». Лидером американского бокс-офиса за прошедший уикенд стала романтическая комедия «Безумно богатые азиаты» от режиссёра Джона М. Чу, рассказывающая о взаимоотношениях обычной американки китайского происхождения и её бойфренда, который оказывается самым завидным женихом Сингапура из неприлично богатой семьи. Её члены, согласно классике жанра, сильно против возможного брака. При бюджете в 30 миллионов уже собрано по миру 35. Ужастик «Мег Монстр Глубины», который на прошлой неделе стоял на первом месте, наверняка совсем не расстраивается тому, что немного опустился в рейтинге. Его сборы уже достигли 315 миллионов долларов. Очевидно, директора Warner уже планирует сиквел. Ещё один новичок топ-3 — боевик «22 мили» с нестареющим Марком Уолбергом, рассказывающий об элитном отряде американских разведчиков. 14 миллионов мировых сборов при бюджете в 50. Собственно, 22 мили с этой недели завезут и в наши кинотеатры. А ещё из свежих премьер имеется драма «Шоу Мистико». По сюжету в 1910 году богатый врач-аристократ Фредерик Книпс, влюбившись в экзотичную танцовщицу, покупает для неё цирк. В следующие 100 лет им будут руководить пять поколений семьи Книпсов, которым не удастся отделить свою судьбу от цирковой арены и тёмного закулисного мира. А менее искушённая публика может сходить на российскую комедию под привлекательным названием «Днюха». Здесь парень по имени Антон, отгуляв на дне рождения своего друга, приходит в себя после весёлого праздника в другом городе. Более того, он заперт в квартире незнакомой девушки, а интернет забит роликами с его участием. Он, само собой, совершенно не помнит, что произошло. Телеканал ТНТ заказал сиквел сериала «Аллиенист». По отношению к сериалу необычно слышать определение сиквел, но ТНТ настаивает, что это именно сиквел, а не второй сезон. Он даже название имеет другое — «Ангел Тимы». Показы начнутся в 2019-м. Действия переносят зрителей в Нью-Йорк 19 века, где происходит серия жестоких убийств, расследования которых взяли в свои руки «Аллиенист» Ласло Крайцлер, газетный иллюстратор Джон Мур и Сара Говард, первая женщина, вступившая на службу в полиции. HBO, в свою очередь, возвращает настоящего детектива. Съёмки третьего сезона уже завершились. На этот раз речь пойдёт о каком-то ужасном преступлении, которое будет расследоваться на протяжении нескольких десятилетий. Сюжет сериала развернётся в трёх временных промежутках. Главные роли исполнили Махершала Али, Стивен Дорф и Рэй Фишер. «Веном» имеет все шансы стать самым посещаемым фильмом «Октября» за всю историю. По крайней мере, к такому мнению пришли аналитики, скорректировавшие прогнозы по кассовым сборам в сторону увеличения. Они считают, что в премьерные выходные творение Sony Pictures может собрать в домашнем прокате более 56 миллионов долларов. На текущий момент самым успешным фильмом «Октября» считается «Гравитация». Она до 56 миллионов не добрала всего 200 тысяч. Режиссёр той самой «Гравитации» Альфонсо Куарун, между тем, представил свой новый проект — драму «Рома», выходящую на Netflix. «Рома» рассказывает о мексиканской семье, которая живёт в одноимённом районе Мехико. Действие разворачивается в 70-е и подаётся строго через черно-белые тона. Куарун говорит, что это самая личная его картина. Она основана на его детских воспоминаниях. Выяснилось, что Уорнер предлагала Тому Крузу сняться в экранизации серии комиксов о «Зелёном фонаре», разумеется, в главной роли. Переговоры проходили весной 2018 года, но зашли в тупик. Причём дело не в гонораре. Ему не понравился сценарий. По сюжету в финале «Зелёный фонарь» погибает, а это Крузу по душе не пришлось. Он посчитал такое развитие событий неинтересным для себя. Но желающие исполнить эту роль найдутся всегда. Есть, в частности, слухи, что работа досталась Марку Уолбергу. Сам фильм получил название «Корпус зелёных фонарей» и увидит свет летом 2020 года. Стонарист «Оставленных» и «Прометея» Дэймон Линделоф, заручившись поддержкой телеканала HBO, вовсю готовится к съёмкам сериала по мотивам комикса «Хранители». Причём руководство HBO дало ему «Зелёный свет» на полный сезон. Премьера шоу запланирована на 2019 год. «Хранители» — это, подчеркнём, одно из важнейших супергеройских произведений, продемонстрировавшее, что персонажи в трико могут быть по-настоящему сложными и разноплановыми, а традиционная для комиксов история про спасение мира способна подаваться необычно и по-взрослому. Если вы сам комикс никогда не видели, то наверняка помните экранизацию 2009 года от Зака Снайдера, которая, впрочем, в очередной раз доказала, что если у тебя фильм не про Бэтмена или Человека-паука, то массовую аудиторию привлечь будет очень непросто. Лента Снайдера в прокате провалилась. Некоторые фанаты считают, что то же самое ждёт и сериал, но сам сценарист отнёсся к новой работе аккуратно, сразу же написал большое обращение к поклонникам и отправил письмо лично создателю-хранителей Аллану Муру, где объяснил, что для него оригинальный комикс священен как Ветхий Завет, и он ни в коем разе не собирается его адаптировать под ТВ-формат. Его нельзя переделывать или перезапускать, однако, по словам Линделофа, можно сделать что-то вроде ремикса. То есть Ветхий Завет, как он говорит, не был стёрт, когда появился Новый Завет. Сотворение мира, райский сад, Авраам и Исаак, потоп — всё это осталось, и никто не смеет это трогать и переосмыслять. Так и тут. Комедиант умер, Дэн и Лори влюбились друг в друга, Азимандий спас мир, а Доктор Манхэттен исчез после того, как стёр с лица земли Роршаха посреди льдов Антарктики. Всё это константа. Сериал пересказывать это под свой манер не будет. Проект HBO поведает новую историю. Она не будет продолжать сюжетные ветки оригинального произведения, поэтому и сиквелом её не назвать. Непонятно, почему Линделоф не назвал это спин-оффом, а предпочёл использовать слово «ремикс», но дело его. Достаточно лишь понимать, что действие сериала развернётся в той же вселенной, но не в 80-е годы, а в современности. Несколько флэшбэков, где мы вернёмся в знакомое нам прошлое, впрочем, ожидать стоит. Их реализация будет самой ответственной частью продакшена. А главную роль исполнит оскароносный Джереми Айронс, без сомнения сильно повышающий ожидания от качества проекта. Он уже появлялся в фильмах киновселенной DC в образе Дворецкого, Альфреда. В съёмках «Хранителей» также поучаствуют Дон Джонсон и Тим Блэйк Нельсон. «The Settlers» возвращается, а CD Projekt Red устраивает бойкот против антипиратства. Смотрите завтра. Главные игровые новости последних дней. А на этом пока всё. Смотрите хорошее кино и до новых встреч на GSTV. Субтитры создавал DimaTorzok